Молитва Есть ли определённая стандартная молитва, то есть обращение к Творцу, называемая молитвой, с которой нам надо обращаться? И мы в таком случае, обращаясь именно с этой стандартной просьбой, можем возбудить в Творце желание отвечать нам. Есть. И такие молитвы составлены нами, учёными Великого Собрания, так называемая, «Аншейк Настагдула». Это было ещё до крушения храма, где-то несколько веков до нашей эры. Они, зная заранее, что эта группа людей, называемая «Народ Израиля», упадёт со своего духовного уровня, составили молитвы. До этого не было никаких молитв, ничего. Каждый человек знал, он находился на таком уровне и воспитывался на таком уровне уже изначально, что знал, как обращаться к Творцу. Не было проблем. Непосредственно, как ребёнок знает, как обратиться к матери. Инстинктивно. А когда упали с уровня постижения Творца, то перестали знать, как обращаться. Вот для такого состояния, которое появилось с крушением храма, допустим, в нулевом году нашей эры, и последующие изгнания из духовного состояния, из ощущения Творца. Для такого события, для такого состояния учёные Великого Собрания составили сборник молитв. Этот сборник и по сей день существует. Он называется «Сидур». «Сидур» на иврите – это от слова «седр» – порядок. То есть порядок обращения к Творцу в зависимости от разных состояний. Конечно, этот порядок, он чисто формальный, потому что независимо от состояния духовных человека, там рекомендуется человеку обращаться утром, днём и вечером с определённым набором слов, обращений. У нас это всё происходит по-другому. Мы пытаемся, ведь в отличие от всех людей, которые упали из того уровня, мы пытаемся сами выйти на связь с Творцом. Поэтому мы можем, конечно, использовать молитвенник, но это будут не наши слова, это будут не наши молитвы, это будут не наши желания. А нам надо обязательно, нам надо обязательно, чтобы это были желания наши, иначе они не подействуют. Вот в этом дело. Так что молитва хорошо, но когда она исходит из сердца, а не из книжки. Хотя и по книжке тоже иногда полезно сравнивать себя. Есть молитвы, которые написал царь Давид. Это теилим, псалмы так называемые, псалмы царя Давида. Это великие вообще молитвы, с которыми обращался царь к Творцу. Из них мы видим, на каком духовном уровне он был. Есть другое описание, допустим, притчи Шломо, царя Соломона так называемые и так далее. То есть от многих кавалистов разных времён остались такие молитвы. Но опять-таки дело не в них, а дело в том, что вообще соответствую ли я им. Это проблема. Поэтому можно их читать, но всё-таки надо стараться, чтобы были у нас, у каждого свои собственные молитвы, то есть выражения, которые мы строим в обращении к Творцу, собирая все-все свои ощущения. Результат наших ощущений, наших анализов, наших состояний. Это и есть молитва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова